С вами товарищ Атомный и хруст лунной корочки. This is Comrade Atomny and Across the Moon Building Economical RTS. Это у нас луностроительная экономическая стратегия. Creativo Presents. Кретины представляют. A Game by Venom Studio. Игра Отравленной Студии. 9 июня 2080 года. June 9, 1980. Our first orbital lift. Первый лифт орбитальный. Дебильная технология. Она может еще работать для Луны к Земле. Никогда не будет с подобной гравитацией. Вообще, это невозможно сделать. Это невозможно для Земли. Это может быть возможно для Луны. Но не для Земли. Это definitivamente. Это не реалистично. Поэтому, вот то, что они здесь показывают, это не реалистично. Геостационарная орбита. Станция Надежда 1. The crust. Хруст. Блин, так хочу сказать французский булок. И они полетели на Луну. Долбаные корпораты. Эксплуатировать рабочих на Луне. Эксплуатировать рабочих на Луне. Посадки с садочной платформы на Луну отправляются. Первый диалог будет реально ступит. Первый диалог будет реально очень тупой. Вот и хруст, собственно, произошел. Это у нас грузочки с грузом. Камера 4. Снова камера 4. Море спокойствия транспортационных хаб МТ-4. Ну, кто называет МТ-4? Они будут названы чем-то именем. That would be named with someone's name. You know. Море спокойствия. В общем, доложите о своих намерениях, пребывающих садочных. Это у нас Алиса из корпорации МТ-Логистика. Нам нужна энергия, чтобы приземлиться. По контракту, как мы говорим. В общем, МТ-Логистика... Нам не сообщили о вашем раннем прибытии. В общем, мы не можем перенаправить вам электричество, потому что заряжаемся к лунной ночи. Иначе мы не сможем работать. Поэтому оставайтесь на орбите. Следующие две недели, чтобы в начале следующего дня приземлиться. Мы не можем столько ждать. Это нарушит наш контракт. И поэтому давайте-ка приземляйте нас. Нужен лучший план. Это Алис. Просто говорю. Доброе утро, директор. Ваш вице-президент. Элис, задали... Давай, раздевайся и соси. Окей, сакь мои... Сакь мои... Сакь мои болты. Ты же ваис-президент. Ты очень красивый. Так что... Почему... Которые ваис-президенты так красивые. Всегда получают их работу, потому что они сакают. Окей. То есть, можем ли договориться? Мы, типа, высадим роботов, построим вам еще четыре солнечные панельки, и этой энергии вам достаточно будет, чтобы зарядиться на ночь. Он говорит, типа, нет, у нас нет электроэнергии, и все такое. Worker. Yeah, don't give her opportunity to land. Не давай ей возможности садиться. Let that corporate rat stay on the orbit. Пусть эта корпоративная крыса остается на орбите. Дайте нам посадочку, мы построим вам целых четыре солнечные батарейки, четыре генератора, и все. И вся энергия вот на посадку... Я не думаю, что на посадку так малая энергия. I don't think that there is so low amount of energy we need, so if we build four solar panels, four batteries that would re-pallish their losses in energy. Разрешение садиться предоставлено. Давайте-ка сядем. Let's send. Давайте укажем место посадки. And why this is needed energy? They do not use the orbital lift. Они не используют орбитальный лифт. You see, this is... Кейс. Это у нас обычные газовые эти самые посадочные модули. Все, итак. Окей, я-я-я-я-я-я, I know. Да-да-да, понятно. Там корпоративные переговоры, очень скучная вещь. This is the most boring part. Like, I don't want to hear their crap. They incorporate propaganda crap. Я не хочу услышать эту пропагандистскую корпоративную чушь. Of course, yeah, the corporates are so good. And of course, they execute what they like doing. Remember Bill Gates, who stole the Windows interface from the Xerox. Remember the Steve Jobs, who stole the same thing from the Xerox. And everybody knows that corporates are so good, damn, goddamn bastards. Корпоративные, конечно, такие хорошие, замечательные. Вспомним корпорацию Microsoft, которая украла у Xerox интерфейс. Вспомним корпорацию Apple, которая тоже самое украла у этого самого Xerox. Вспомним Xerox, который, собственно, заплатил копейки инженерам, которые придумывали этот интерфейс. И вообще послал их в жопу, потому что зачем такую технологию придумывать, да? Вот. Замечательно. Вспомним IBM, чьи родственники Билла Гейтса работали на IBM. Именно поэтому ему удалось заключить контракт, что вся интеллектуальная собственность у него осталась. Корпораты жадные, они никогда бы не поделились бы, если бы не было родственников Билла Гейтса в этой корпорации. Но мы же пропаганду слышим другую. Что вы? Они все своим умом сделали. Никаких знакомых родственников корпорации. Что вы? Что вы? Все честно. Билл Гейтс никогда не воровал свои идеи у кого-то другого. Стив Джобс тоже никогда ничего не воровал. Ой, и этот самый тоже ничего не ворует, как его сейчас Теслу, который делает, забыл, как его. Тоже ничего не ворует. Что вы? У Королева украсть концепции ракетных, именно построения ракеты. Не-не-не-не-не, ни разу, ни разу, ни разу нет. Советские технологии воровать. Ты что? Как? Не может быть. Советские технологии, иж такие же отсталые, не может он воровать, да? А только смотришь, ворует, да? Вот так вот оно. Да, как, good corporate, never steals nothing, especially from minor developers. Never, never, never. Oh, no. This is they always do. Все хорошо, Robert. This is crap. Вот это, блин, не дерьмо. I like the moon theme. I like developing of the moon. But I hate the freaking propaganda here. Capitalist propaganda. Вот знаете, ну, луна-то, ну, нормальная идея. То есть, мне нравится тема луны, да? Так, а как у нас разворачивать? R, да, поворачивать. Прикольно, развитие луны, блин. Ну, сейчас вот это, понимаете, капиталистическая пропаганда такого, какие хорошие корпорации, какие они все милые, какие они добрые. Вот, вот, только не надо вспоминать про то, как корпорации закрывали людей, не давая им нормальных денег, давая корпоративные деньги. Чтобы они покупали в три дорого, только у корпорации все продукты, все питание, жилье и прочие вещи, да? Ну, зачем вспоминать такое, да? Это в США, вот так вот, да, в замечательных США, где, собственно, рабочие содержались как рабы, да, и не могли купить ничего, кроме, как у своей собственной корпорации в три дорого. Вот, ну, зачем, да? Все нормально, все теперь не так. Только через время, как только социализм ослабляется, и мы смотрим, что уже и пенсионный возраст подняли, да? И многие достижения социализма, там, страховки все эти урезают, да? Тут как-то оно так получается. А через время, чем больше капитализма будет, закроют в городах корпоративных, где будете в десять раз дороже покупать только то, что производит корпорация. И попробуйте по-другому, по-другому вас просто расстреляют. Все. Стрельба мафиозов из пулеметов по этим самым лагерям рабочих тоже. Ну, что вы, зачем это вспоминать, да? Все хорошо, у нас капитализм. Замечательно. Капитализм такой классный. Да, капитализм is so good, like, we will not remember how American corporations actually hired mafia, who shoot over the camps of the workers. And we will not go and recall how actually the corporations has forced workers to buy products and everything and food and all the other stuff from their companies. Why we need to remember that? Why we need to remember that? Okay. That's it. Это все. Install. Ну, установить. Окей, looks like I've done, да похоже сделал. What's wrong with that? А что не так? And connect here? Сюда можно подсоединить? So that's connected. Это подсоединено. I guess there would be recharging of the boss. Будем ботов перезаряжать. And they use bots only because bots cannot try it for their rights. Корпорации используют роботов только потому, что роботы не могут выходить на протесты за свои права. They will work until they die. Они будут работать до того, как не сдохнут. Perfect workers. Идеальные рабочие. Идеальные рабочие. Их используешь до их кончины, да. И все. Потом выбрасываешь. И то можно детали отломать и на другое переставить. Что происходит? А что это? Это что-то происходит. Connect elevator to the power grid. Connect modules. Модули подсоединить. 6, 7, 6, 7. I don't get something not connected. Что-то не подсоедено. Okay. Switch to underground level. Переключиться в подземный уровень. Okay. Over here. Build a drone recognition module. Модуль распознавания дронов. No recognition module. Ну давайте распознавание дронов. Extractory. А, reconfiguration. А, reconfiguration. А, reconfiguration. А, reconfiguration. Дронов. So we also developing underground. Мы тоже под землей развиваемся. The majority of settlement on the moon should be underground. Большинство поселения должно быть под землей на Луне. If we are speaking about long term. Если мы говорим о долгих экспедиции. На поверхности Луны плохо. Во-первых, меньше защиты от радиации и прочих эффектов. Власти падения астероида, возможно разгерметизация. Короче, куча проблем. А под землей этих проблем нет. Потому что там мы достаточно под Луной. И достаточно низко под землей. И как бы радиация не такая с температурой. Не надо бороться. И нету таких перепадов. Температура на более там стабильна. Дополнительная защита от радиации. И защита от каких-либо астероидов. Connecting with a wire. Так, теперь надо подключить этим самым проводом. Модуль реконфигурации. Да, готов. В общем, я не эксперт в роботехнике. Но как вы, рабостроителями, собираетесь добивать Луну? Реголит. Мне нужно кое-что сделать, прежде чем ответить на ваше. В общем, 5 дронов переделаем в этих самых. В шахтеров. А теперь давайте будем бурить. В общем, короче, мы такая крутая корпорация. Я не хочу слышать корпоративную рекламу о том, какая крутая корпорация, сколько они производят в тонах, миллитонах, блин, и прочее всего. И что первые гвозди у них тоже были роботизированы с искусственным интеллектом. Ну, да-да-да, я понял. В общем, вы делаете свое дело, я занимаюсь своим делом. Директор, у вас замечательная помощница. Блин, она херовая помощница, я думаю, уволит. Я хочу, в самом деле, формирую ее. Она не сосет. Она не сосет. Она не сосет. Ау. Что, твою мать, произошло? О, это как в разрушенном горизонте. Блин, событие как в разрушенном горизонте. Мы что, теперь будем о независимости на Луне сражаться? Окей, что-то плохое произошло. Произошло что-то плохое. Клево. В общем, есть идеи, мои идеи, о том, знаете, пост-эрс-спейс-воре колонии Мэн на Марс и Муне. У меня есть задумки по игрушкам о колониях на Луне и Земле после Первой космической войны. В общем, нету выживших на базе. Мы все еще получаем сигналы от дронов. В общем, нам нужно построить лифт. Срочно нужны аккумуляторы и солнечные электростанции. Нам нужно построить заново модуль. В общем-то... Куча вопросов. Какой-то взрыв на обратной стороне Луны был. В общем, все, что мы знаем от великых ученых, что этот самый... Что взрыв был далеко, и неизвестно, что произошло. Мы должны быть профессиональными, поэтому и не будем преждевременно говорить о том, что мы плохие ученые. Что там у нас по проекту автоматической добычи на Луне? Всего, что можно без оплаты рабочим. В общем-то, замечательная идея, рабочие против. Итак, давайте все это соединять с проводом. Я использую shift. Можно shift использовать, да? Непараллельное у нас соединение, как бы, такое будет. Окей, now connect here. Сюда подсоединяемся. We need a charging station. Нам нужна станция зарядки. Let it be near the entrance. Пусть около входа будет. Modules need repairs. Нужен ремонт. So, repair. Ну, давайте ремонт. So, repairs. Battery is battery. I constructed five of... Instead of four. Я пять сделал вместо четырех. Now this repairs. Теперь вот этот ремонт. And connect with the wire. И проводом соединить. I like the connection with wires. Мне нравится соединение с проводами. So, we need to fix elevator. Да, лифт нужно починить. Everything refixed. Все починено. What's next? Что дальше? Директор Хруст дал официальное заявление. Неизвестный астероид упал с другой стороны Луны. Мы пытаемся восстановить связь с лунным аутпостом. Oh, they use that scheme as mine. Они пытаются... Они используют такую же схему, как у меня. Блин, скопировали, блин. They copy. Why that's red star? Почему здесь красный? В общем, в результате падения астероида, пять орбитальных станций не действуют на орбите Луны. Навигация нарушена. Земля вне опасности. Будем работать дальше, но о рабочем Луне, как бы, будете работать за еду. Вы понимаете, ресурсов не хватает. Вот такая печалька. Yeah, the moon workers would work for the food, those who survived. Because, you know, that could happen. Reconfiguration module connected. Ага, нужно подсоедить. Это вообще возможно? С Луной астероид чтобы соединиться? Но мы бы и предсказали это вовремя, поэтому возникают вопросы. Но это закончим задачи, которые сейчас у нас стоят. Без нужных ресурсов, как бы, выживать на Луне сложновато. Нам нужен цемент и сталь. Бетон можно делать на Луне, но проблема недостаток воды. Будет очень дорого, чтобы воду из Луны совмещать с реголитом. Чанкс Майнд. Так, нам нужно еще что-то добыть. Continue Майнинг. Продолжим дальше добывать. Модуль реконфигурации 5. Give me 5 drones. 5 дрончиков, пожалуйста. Let them continue mining here. Пусть продолжат здесь добывать. I like the themes of exploration of space. And you know that the communist was first in space. Do not forget about that. Мне нравится тема космонавтики. И нужно не забывать, что первым в космос открыли космический век коммунисты. Как бы не нравилось всем этим любителям корпораций, за доцелователям капитализма. Вот коммунисты первые космическую эру открыли. Ничего не поделаешь. Build a pressure pressing module. Какой-то модуль пресс надо построить. What the pressing module. Что за модуль пресс? Mining, так, добыча. Or drone configurator, конфигуратор, extractor. What the pressing module. Какой у нас еще pressing module? Модуль прессовки. Underground only, только под землей. Pressing module. Ну давайте модуль прессовки. Cannot be installed indoors. Research required. Какое-то исследование нужно. So here we go. Вот этот регулярный прессing module. Ага, модуль. Реголита. Все, строительство продолжается. We need to research that. Надо нам исследовать это. And then build a потом построить. Research. Исследование. Plus 200 megawatts. 200 megawatts у нас. So that's a lot of energy. Много энергии. And who is researching? А кто исследует? Like, all the buildings are destroyed. Все же здания у нас уничтожены. Yeah, there is no remains of anybody. Да нету никого уже жуху. Так, вернусь к вам позже. Нужно установить. В исследованиях пойдем геологию исследовать. Нужно адаптироваться и исследовать все сейчас. Учитывая обстоятельства. В общем, нужно сохранить то оборудование, которое чудесным образом выжило. That's ore? Это у нас? Да. Я буду уничтожить. Ага, то есть куда-то реголит надо слаживать. Okay, so there is plenty of storage. Тут много хранилища, как бы, можно сделать, да? Okay, let's build it here. Давайте вот тут вот поставим. I don't know how to expand that. Кстати, я пока не знаю, как это расширять. Let's build it here. Давайте вот так вот. General storage, общее хранилище. Now how to connect? А как их соединять? Okay, let's connect with the grid. Это у нас электроэнергии. Соединяемся. Battery, это батареи. Build ore detector. Построите обнаружитель руды. Where is the ore detector? А где у нас обнаружитель? Extractor, drone reconfiguring. Ore detector. Обнаружитель руды. Let's build it here. Ну давайте здесь поставим. Can I research something else? Можно ли еще что-то? Smelting furnace. Это, например, extractor. Давайте добычек. I guess that would be nice. I think это будет хорошо. Let's speed up. Ускоряемся. Well, the game is interesting, if not connected to the corporates. Игрушка интересна, если игнорировать, конечно, сюжет корпоративный, где у нас объявляются корпорации, показываются. Какие незабудливые, какие они друг от друга думающие, какие они классные вообще, да? Ребятки, блядь, эти твари конченые. И что, вы понимаете, не все корпораты конченые твари. Нет, они все конченые твари. Туда не пройдешь. Ты понимаешь, ты не получишь повышение, пока ты не станешь конченой твари. в корпорации. Вот и все. Это точно так же, понимаете, можно говорить, не все эсэсовцы плохие. Ну, есть хорошие эсэсовцы, да, которые помогали евреям. Ну, нету таких, да. Только нету таких. Поэтому, понимаете, говорить о том, что не все корпораты, ты жадные сволочи, которым плевать на всех, кроме бабла. Это, ребята, не, они именно такие. Если в ряде бабла нужно убивать людей, они будут убивать людей. Если нужно собственную бабушку переработать на фарш ради выгоды, 100% сделают и скажут, блин, бедная бабулька, извини, конечно. Но, понимаешь, деньги нужны. Вот как-то так. Почему это не строится? Почему это не строится? Priority. Приоритет. А можно это тогда отменить? Все, cancel this. Давайте пока отменим вот это. And put all resources here. И все ресурсы сюда. Connect. Соединим. Oh, so this is connect wires. Это провода внутри соединять. Yeah, yeah, I know, да, я знаю. Окей, скан, давайте сканировать. Ближайшую нужно руду найти. Батарею может поедать. То есть надо электричество сохранять, чтобы база не оставалась без электричества. Титаниум, титан у нас есть, силициум, силиций. Ну, фактически кремний. I like the mechanics. Мне нравится механика, как управлять этим. So that's amazing, это классно. Now let's mine. Так, давайте побурим. There's plenty of war. Достаточно всякой руды. So we need to drill here. Вот тут вот бурить нужно. Let's work here. Давайте вот тут вот пробурим. And we have a lot of iron. Очень много железа. You can... Ah, so this is how it goes. Ah, вот оно как идет. So that's titanium. Это у нас титан. More iron, больше железа. It would be silice. Тут у нас силиций. And something here. И что-то тут... More ferrum, больше железа. Okay, so what we need to do, что... Build smelting furnace. Ага, нам нужно сделать эту самую. Давайте... Переработку. Для обработки руды. Нам нужна выплавка руды. Smelting furnace is not ready. Она не готова. We need a storage. Нам нужен склад. I'm trying to build it here. Я пытаюсь его построить здесь, but... Let's work like that. Пусть вот так вот работает. Research is not complete. Исследование не закончено. О, где у нас последствия? Are we losing power? Мы теряем электроэнергию. Because there is a night. Походу, ночь наступила. Yeah, that's a night. Да, это ночь. Why working drone is not working? А что рабочие дроны как бы не работают? How many drones I have? Сколько у меня вообще дронов есть? Okay, maybe I have four of this. Давайте три сделаем таких. The other would be reconfigured. Остальные переконфигурировали. Okay, so three drilling. Others like gathering resources. Остальные ресурсы собирают. Priority. Приоритет выставляем. Is there plenty of resources? У нас уже ресурсов достаточно. One minute, одна минута. Исследование завершено. Okay, what's up here? Что у нас здесь? Increase the exposure of Regalita yield. Производство Regalita. Conveyor belts. Conveyor belts. I guess we need that. Я думаю, нам нужны конвейеры. That's important. Это важно. Is that close to Factorio? Вы подскажите, на Factorio это сильно похоже или нет? But we know the production производства. It's melting furnace. Давайте вот переработку. Вот сюда, наверное, поставим. So let's put it right here. I don't know the chains right now. Я пока не знаю цепочки производства какие, поэтому не могу ничего сказать. I guess we shouldn't. Okay, that's the night. То нас еще ночь. We need to save energy. Нужно энергия. Так, теперь давайте-ка запятим. So let's connect them. И вот так, вот так вот запятали. It is active. Оно готово. Choose recipe to start production. Выбрать рецепт для начала производства. Titan, what we need? А что нам нужно? Steel, сталь. Алюминиум, силикон, стиль. Давайте сталь. В общем, нужно всегда оксиды для выпекания стали. Не самый эффективный путь. Но нам нужно начинать хотя бы с этого. Ага, нам нужны оксиды добывать. Из-за залежи. Let's start the drill. Мы начнем. Brush size. Priority. No, I want... That's basalt. Это у нас basalt. А если у нас уже... I still don't see that. Я все еще не вижу. Maximum drones on to the mining. Максимальное количество дронов на добычу. At the top, что-то нам сверху нужно добывать. You know, we need a research. Вы знаете, что нужно исследовать? We need a research re... Working. Нам нужно... Исследовать переработку. That's the bug report. Какой-то отчет. Going to mine. Начинаем добычу. I have no science point. У меня нет точков в добыче. Where is actually the science? Где у нас наука? Oh, here we go. Вот она. That's really slow. Да, это действительно медленно. Dribble walls. Крепкие стены. Single regulars refinery. Одиночный обогатитель. Multi-regulars refinery. Многопоточный. Обогатитель. Okay. I want robot mining speed. Ускорение работы. Automatic repairs. Автоматический ремонт. Landing platform. Платформа посадки. Increased mining speed. Увеличить скорость. Medium solar panels. Средние солнечные панели. Field generator. Генератор топлива. Where repairs. Ремонт. Social. Социалка. I don't think we need any social thing. Я думаю, нам сейчас социалка не нужна. What's here? Что у нас здесь? Smart concrete factory. Это у нас... Rolling mill. Какая-то у нас эта самая. Okay. I don't know what to do. Я не знаю, что делать. So they told her how to mine the Vian, but I don't see that. Я не вижу никакой залежи. That's not a... I want this. Я хочу вот это. Where are the tasks? Где у нас задачи? That's the bug reported to us. No, that's not what I need. Нет, это не то, что надо. Okay, so you know that this game. You need to figure out how to do that. В общем, я думаю, игра понятна какая, да? Нужно с ней разбираться. Достаточно интересный этот хруст французских булок. So pretty interesting. That's all I can say. Вот что я могу сказать, и все. Live longer, prosper. Живите, процветайте. Субтитры сделал DimaTorzok